На неделе УФА на три дня стала центром энергетической отрасли. Российский энергетический форум и специализированная выставка «Энергетика Урала» объединила свыше 4000 делегатов из регионов страны, а также Китая, Беларуси, Армении и Кыргызстана. Профессиональное сообщество обсудило актуальные темы отрасли. Импортозамещение и технологический суверенитет, развитие электросетевого комплекса и генерации. О Конгрессе, который заряжает энергией, в нашем следующем репортаже. БАТЭУ успешно поставлен под напряжением. На церемонии открытия Российского энергетического форума запустили два объекта электроэнергетики в Башкортостане. Котельную в Уфимском микрорайоне Глумилино. Башартея свложила в ее строительство порядка 600 миллионов рублей. И обновленную подстанцию мощностью 110 кВт в Уфимском поселке Нагаева. Реконструированная башкирской электросетевой компанией. Она обеспечит электроснабжением жителей нескольких поселков близ Уфы. Мы сделали базовую вещь. То есть мы увеличили мощность трансформаторов в два с половиной раза. То есть это фактически мы создали, так скажем, фундамент для развития дальнейшей распределительной сети по Нагаево и прилегающих поселков в этой части. Инвестиции составили порядка 150 миллионов рублей. На следующий год у нас порядка 180 миллионов. На дальнейшее расширение, модернизацию следующих элементов подстанции. Старт работе объектов дал премьер-министр республики Андрей Назаров. Он отметил, что объем выработки и потребления энергии в Башкортостане растет в среднем на 3% ежегодно. Доля тепловых электростанций превышает 93%, гидроэлектростанций 4%. А вот альтернативные источники энергии занимают не более 2%. Поэтому сегодня энергетика нуждается в свежих идеях и инновациях. Этому способствует в частности и такой масштабный отраслевой форум, подчеркнул глава регионального правительства. Я бы хотел сказать о том, что мы будем продолжать поддерживать это направление и всеми доступными нам способами стимулировать развитие здесь инноваций. И вот сегодня выставлены уже совершенно новые образцы, в том числе автомобили и других возможностей, которые буквально за несколько лет изменили мир, меняют нашу страну. И, конечно, Башкортостан тоже не будет отставать от этих тенденций. Правительственная делегация осмотрела специализированную выставку «Энергетика Урала». Премьер-министр протестировал работу зарядной станции российского производителя максимальной мощностью 150 кВт. Акцент на электротранспорте в рамках экспозиции отметил и вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Матенков. Очень интересная выставка электромобилей и зарядных станций к ним. Опять же хочется отметить, что все зарядные станции, включая программное обеспечение российские, программное обеспечение внесено в реестр Минцифры. Это тоже очень важно. Это очень удобно пользователям будет. Они готовы эксплуатировать свои программы обеспечения на любых смартфонов любого типа. Это тоже очень хорошо. И вообще, в принципе, перспектива развития электротранспорта, она, конечно, колоссальна. Вот мы в кулуарах обсуждали уже ряд электромобилей, электромобили Вольт были закуплены местными энергетиками. Это, конечно, очень такой позитивный тренд, когда сами электроэнергетики покупают электрические автомобили. Мне кажется, очень правильно. Всего в выставке приняли участие свыше 110 компаний, крупнейших разработчиков, производителей и поставщиков электроэнергетической отрасли. Свои стенды представили не только крупные организации, но и представители малого и среднего бизнеса. Тематические разделы охватили полный спектр направлений в энергетике. От приборов учета до высоковольтного оборудования. Так, например, умные счетчики позволяют напрямую передавать данные и даже могут предотвратить случаи хищения электроэнергии. Везде, где расходуется электроэнергия, в том числе и другие энергоресурсы, вода и тепло, мы можем это учитывать, агрегировать, собирать, мониторить и передавать в энергосбитовые компании и потребителям. Чтобы каждый мог увидеть, например, в своей квартире, сколько электроэнергии он потратил. Башкирские предприятия также показали свои разработки. В частности, комплектующие для гражданских беспилотников по мониторингу работоспособности линий электропередач и выпуску автозарядных станций для электромобилей. Есть спрос. У нас в основном Москва и Петербург покупают. Вот недавно отгрузили. Да, Новосибирск. В основном это жилые комплексы, гостиницы, также заправочные станции и так далее. В Уфе, к сожалению, пока у нас таких запросов нет. Так как количество электромобилей не превышает 150 штук. Но пока это число растет, возможно, с увеличением количества электромобилей у нас появится возможность поставить нашу башкирскую зарядную станцию на нашу башкирскую фирму. В рамках форума прошла обширная деловая программа. На 40 дискуссионных секциях выступили более 320 спикеров. На пленарном заседании обсудили приоритеты развития энергетической отрасли России. Так в республике возрастает спрос на электроэнергию со стороны граждан и бизнеса. Поэтому планируется масштабная модернизация теплоэлектроцентрали. Не обошлись стороной на форуме и вопросы генерации энергии из возобновляемых источников, таких как солнце и ветер. Ряд компаний по производству солнечных батарей ушли с российского рынка. Но отечественные разработчики компетенции сохранили. И сейчас наверстывают упущенное. Объем инвестиций в энергогенерацию в Башкортостане в прошлом году составил 9,5 миллиардов. А в этом может достичь 10 миллиардов рублей, отметили эксперты. Сегодня наша энергосистема устойчива и направлена на развитие. В разрезе каждой из ее составляющих, таких как генерация передач электроэнергии и сбыт, мы устойчиво развиваемся. В целом по вложению в электросетевую инфраструктуру мы за пятилетку выросли с 5 до 8 миллиардов. То есть прирост хороший. И мы видим, исходя из долгосрочных планов наших территориальных сетевых организаций, что инвестиционные вложения будут только увеличиваться. В этом году предусмотрели большой блок мероприятий для молодежи. Как отмечают эксперты, в отрасли ощущается острая нехватка кадров. Поэтому обеспечить подготовку и привлечение молодых специалистов – одна из важнейших задач на сегодня. Кроме того, на форуме подвели итоги ряда отраслевых и научно-технических конкурсов и наградили победителей. Маргарита Гафарова, Максим Окунев, Булат Арсланов, Эльгам Солемьянов, РБК, УФА.